Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о заключительном туре российского чемпионата. И мы сосредоточимся на центральной встрече. Как ни странно, это была игра Рубина и Уфы. Ну, потому что, во-первых, эта борьба за выживание это тот самый уникальный случай, когда в последнем туре две команды, которые претендуют на прямую путевку в ФНЛ, бьются друг с другом. И это, конечно, невероятно интересно. Фактически прямой матч за выживание. Плюс к этому это соседское дерби, Татары против Башкир. Плюс к этому это матч двух команд совершенно разными стилистиками, атакующая Уфа и прагматичный Рубин, тем более в том матче, где Казанцев устраивала ничья. Это битва молодого тренера, начинающего Стукалова и опытнейшего Слуцкого. В общем, знаете, любо-дорого было посмотреть на то, что здесь показали команды. Потому что это не только интрига была, это и фантастический матч с невероятной развязкой, где была и драма, и триллер, и все остальное. Давайте разберем матч, который в итоге стал последним для Рубина в ближайшее время в рамках чемпионата России. Потому что непонятно, когда они смогут вернуться в высшую лигу. Ну и давайте разберемся, каким образом Уфа смогла спастись от прямой путевки ФНЛ и пробиться в стыковые матчи. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор это компания Балтбет, которая предлагает вам специальную акцию, специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии, то вы получите бонус 3 бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, хотелось бы сперва разобраться со стартовыми составами, потому что здесь, ну на самом деле, есть определенные вопросы к тому же самому Слудскому. Ну, например, начнем с вратарской позиции. Я ничего лично не имею против Медведева. И, в принципе, это, конечно, одаренный голкипер по-своему. Он хорош, но мне кажется, что на решающий ключевой матч, вот который фактически определяет судьбу команды, должен все-таки выходить Дюпин. А тут почему-то Дюпин на скамейке, Медведев в основе. Это меня как-то, мягко говоря, смутило. То есть, понимаете, сейчас, учитывая то, что в Рубине и так немного футболистов, принимать странные тренерские решения, ну, на мой взгляд, не совсем уместно. Плюс к этому, если честно, если честно, мне кажется, что в этой встрече напрашивалось появление в стартовом составе еще двух опытных футболистов Зотова и Игнатьева. То есть, люди, которые, как минимум, своим опытом могли бы принести нужные моменты в игру Рубина. Опять же, матерые волки, которые могли бы здесь пригодиться в той встрече, когда решается буквально все. Почему-то они в резерве. Хотя они могли помочь и в центре поля, и на других позициях. И справа в обороне, ну, мне кажется, Игнатьев был бы всяко актуальнее Зуева, для которого позиции правого защитника вообще не в тему. Так что здесь вопросы есть касательно работы Слуцкого и его тренерских решений. Вопросы достаточно серьезные. В целом же состав примерно такой. Медведев на воротах, Тесленко-Тальби в центре защиты, Самошников-Зуев на флангах, Абельгор в центре поля, рядом с ним играет Кучаев и Абшатцев, ну и в атаке Ломовицкий-Бакаев-Лисакович. Два бывших спартаковца и бывший игрок Локомотива. В общем, полным-полно бывших. Поэтому, знаете, по составу, по концентрации таланта, на самом деле, здесь, здесь Рубин по-прежнему очень серьезная команда. И несмотря на все проблемы, и несмотря на все вопросы к Слуцкому, касательно выбора исполнителей, в принципе, подбор исполнителей, простите за тавтологию, у Рубина, на мой взгляд, был посильнее даже, чем у соперника. Что касается Уфы. Здесь хотелось бы отметить, также не было опытного галкипера Белинова, но он, в принципе, пропускал эту встречу. Его и в резерве не было. Чичкан вместо него вышел. Белорус, которому вместе с Лисаковичем, еще одним белорусом, предстояло в концовке встречи решить, так скажем, судьбу Казанского Рубина. В центре защиты Никитин Плиев и Йокич. Йокич снова на позиции лево-центрального. То есть, вновь мы видим вот этот прием от главного тренера Тоттенхэма Антонио Конте, который ставит на фланг вот этой тройки центральных защитников номинально крайнего футболиста обороны. Сейчас в Тоттенхэме это, например, Бен Дэвис. Ну, а здесь Йокич на позиции лево-центрального. Лево-флангового латераля играет Сухов на противоположном фланге Кабутов, Фищенко и Иванов в центре поля. И это уже интересно, потому что Иванов на позиции второго опорника это ярко выраженный атакующий крен. Ну, потому что Иванов, ну, в силу возраста он уже не так эффективен в обороне, не такой большой объем защитных функций выполняет, но в атаку он способен подключаться и поддерживать здесь у Рунова, Кассентуру и Шамиля Агаларова. Ой, простите, Гамида Агаларова я, да, периодически путаю. Здесь с другим Агаларовым. Так вот, здесь, в принципе, состав Уфы, как я уже сказал, несколько уступал сопернику по классу, но при этом уфимский состав превзошел соперников дерзости и смелости. И в результате, если продолжать тему того, в чем меня разочаровался Луцкий, так это то, что он откровенно играл в оборону в этой встрече. 40 на 60 процент владения в пользу Уфы, поэтому Уфа весь матч практически шла вперед, наступала и при равном счете до забитого мяча Лисаковича, и после, и мне кажется, именно этим Уфа и заслужила в первую очередь сохранение шансов на прописку в высшей лиге. Потому что вот так вот откровенно, на своем поле, имея преимущество в классе исполнителей, играть от обороны на ничью в матче, где решается твоя судьба, но это просто глупость, по-другому и не скажешь. Да, кто-то отметит, что Лисакович же забил, но, простите, там гол был, ну, скажем так, фартовый, мягко говоря. Лисакович нанес удар, прилетел мяч в руку одному из соперников, и вот пенальти. То есть вообще у Рубина два хороших момента было забить, это пенальти, которые были не следствием каких-то гениальных атак Рубина, а следствием того, что у Уфы все-таки не такой высокий уровень исполнителей, и здесь периодически игроки просто откровенно косячили, как тот же самый Урунов в концовке встречи откровенно привез на ровном месте пенальти. То есть здесь, если бы не ошибки соперника, у Рубина бы и моментов вообще не было. Какой-то позиционной атаки, какого-то понятного атакующего футбола в исполнении Рубина мы здесь просто не лицезрели. При этом оборона трещала по швам. И здесь, опять же, возникает вопрос с флангом Зуева, почему не Игнатьев, а Зуев, почему Зотова не выпустит, например, или Игнатьева того же самого в центр поля для уплотнения данной позиции и так далее. Если уж вы собираетесь действовать фактически в глухой обороне практически от автобуса, почему так странно выстраивается команда? Я, если честно, этого не понял. И в итоге, получается, и в атаке Рубин ничего толком не показал, кроме двух удачных эпизодов. И в обороне откровенно провис. Во втором тайме, ну, будем называть вещи своими именами, Уфа могла забивать больше двух мячей. Там один эпизод за другим. И то, насколько издевательски выглядел тот же самый гол у Артиса, когда его просто, вот знаете, ковровую дорожку осталось ему выстрелить, чтобы он просто прошел до ворот и забил мяч. Вот это уже выглядело как просто натуральное издевательство. Да, Рубин при счете 2-1 на эмоциях завелся. И там все-таки был еще один момент, который, да, я поначалу забыл. Еще один момент, кроме пенальти, когда они в штангу попали. И когда, кстати, могли спастись от вылета. Но это, опять же, на эмоциях, на каком-то диком драйве, на желании спастись не более того. А по факту Рубин ни черта не показал. Ни в атаке, ни в обороне. Странные тренерские решения Слуцкого, которые я уже обозначил. Отвратительнейшая физическая форма. Команде откровенно не хватило силенок на концовку сезона. И, понимаете, вот этот ужасающий отрезок в 4 поражения подряд, который привел к вылету. Но он как бы не случайен, понимаете? И Уфа за это же самое время, за эти 4 последних матча, пока Рубин проигрывал игру за игрой, вот Уфа за это время набрала 8 очков. И обошла в итоге Рубин в последнем туре. Потому что Стукалов смог подготовить команду к концовке и вывести ее на определенный пик в концовке, когда началась борьба за выживание. Слуцкий в этом плане провалил буквально все. Можно долго оправдываться тем, что Рубин потерял легионеров, и это ужасно, и это в каком-то смысле несправедливо. Это отметил, например, тот же самый Глушаков, что, да, несправедливо у Рубина вылетели все легионеры. И это действительно катастрофа для команды. Не совсем честно, что многие продолжают играть с иностранцами, а в Рубине их почти нет. Но, вы мне простите, в Рубине все-таки некоторые легионеры остались. Тальби, Абельгора и так далее. А вот, например, возьмем Краснодар или Ростов. Там почти все легионеры уехали. И вот эти команды почему-то оказываются достаточно боеспособными. Хотя у них проблем еще больше, чем у Рубина. Они там не могут нормально вылететь из своего города. Нужно добираться, бог знает как, до других футбольных стадионов, футбольных городов России. И ничего, справляются как-то. И это при том, что вы сами знаете, что в Краснодаре вообще непонятно, кто тренер, кто там фактически главный. То есть команда чуть ли не без полноценного главного наставника работала последнее время. А в Ростове тренер Карпин, который последнее время руководил не клубом, а сборной. И несколько выпал из клубной жизни. И там вот как-то совсем все справились. А Слуцкий, Слуцкий, откровенно рассыпался и поплыл в этом сезоне. И мне кажется, что этот сезон очень многое, скажем так, раскрыл в недостатках Леонида Слуцкого как тренера. Это было видно и раньше. Но вот сейчас, когда вот стало понятно, что Слуцкий просто не справился с этим кризисом, стало окончательно понятно, что Леонид, к сожалению, на данный момент, как наставник себя исчерпал. Я, кстати, не исключаю, что Слуцкий постепенно может вернуться. Что Слуцкий проведет работу над собой, возможно, что-то поменяет, и мы увидим другого Слуцкого. И я не исключаю, что Рубин уже в следующем сезоне вернется в высшую лигу. Но то, что это полный провал, то, что произошло сейчас, это несомненно. Казань взята башкирами, с чем, конечно, их и поздравляем. Они будут биться в стыковых матчах. Хотя вообще не совсем понятно, будут ли эти стыковые матчи и чего нам ждать. Учитывая возможное расширение РПЛ, хрен его знает, как там вообще расположатся команды. Но это уже тема для отдельного разговора. Продолжение следует...